здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на канал жанна в турции онлайн сегодня 30 марта в Алании прекрасная погода солнечно на небе не облачко температура воздуха 18 градусов тепла и сегодня мы вновь направляемся в горы но не в первозданный лес а благоустроенный парк который расположен выше центра Алании и оттуда открывается потрясающий вид на весь город со всеми его рельефами районами и великолепным мысом уходящим в море пока едем я поделюсь с вами последними новостями не очень радужными и на фоне этой красоты они возвращают нас в действительности в турции 82 провинции и на сегодняшний день 58 из них отмечены красным цветом в зону с очень высоким риском пока вид попали почти 80 процентов населения страны в прошлом видео я подробно рассказывала о цветовых поясах что они означают и удивлялась тому что анталийская провинция которая так же как и многие другие перешла из оранжевой в красную зону обошлась при этом без возврата к отмененным ранее ограничениям подробности того как мы жили здесь с 1 марта до сегодняшнего дня вы можете посмотреть в предыдущих видео а сейчас что называется на каркало вчера состоялось заседание кабинета министров под председательством президента и там рассматривался вопрос о возвращении к отмененным ранее ограничениям конечно это происходит из-за того что на всей территории турции ухудшается ситуация с коронавирусом за последние сутки опять зарегистрирован рост более чем на 2000 человек и в общем за последний день было зарегистрировано без малого 32 с половиной тысячи инфицированных связи с этим комендантский час который действует ежедневно с 21 00 до 5 утра остается у нас и неизменным а вот в провинциях красной категории теперь возвращается комендантские сутки по субботам воскресенье у нас были комендантскими сутками суббота когда-то тоже потом ее отменили но сейчас опять все вернулось в общем субботу и воскресенье сидим по домам выходить можно только с 10 до 16 00 пешком в ближайший к дому магазин но я опять сразу оговорюсь что эти ограничения касаются только местных граждан и иностранцев которые имеют здесь вид на жительство туристы не попадают под действие комендантского часа и комендантских суток а другой вопрос что они конечно могут прогуливаться но все будет закрыто выходные дни доставку еды можно заказывать на дом в будни кафе и рестораны пока еще работают с обязательным условием о 50 процентной наполняемости и не случайно я сказала пока еще во время месяца рамадан который в этом году выпадает на период с 13 апреля по 12 мая турция перейдет на очень жесткие ограничения и вот именно в этот месяц кафе и рестораны будут закрыты полностью и все они смогут работать только на доставку в общем в ближайшее время ничего веселого и радужного нам не светит мы белой завистью смотрим на туристов которым позволено больше но как показывает практика далеко не всем им здесь приходится сладко не случайно я сегодня приехала в этот парк у меня здесь запланирована встреча с одной из подписчиц канала которая в эти дни отдыхает в алании это одна из первых смотровых площадок можно подняться еще выше в горы но и отсюда все прекрасно видно город как на ладони гора великолепно уходит в море крепость клеопатры находится на самом верху порт отсюда виден с прогулочными кораблями вон один из них как раз сейчас совершает экскурсионный тур и уходит за гору здесь очень уютный парк вот именно по нему я и хочу прогуляться и первое что мне бросилось в глаза это предупреждение о том что нельзя разводить здесь костер ну давайте пойдем здесь можно бродить очень долго красивый благоустроенный с прекрасным ландшафтом смотрите как расположили этот парк вот прям благоустроили облагородили гору все для отдыха мне кажется что раньше здесь стояли мангалы сейчас их убрали ой ну какая красота вы посмотрите над нами здесь не знаешь куда смотреть вперед или в сторону потрясающие совершенно виды очень интересное место сюда делают отдельную экскурсию есть такая экскурсия по городу и возят вот именно на эту смотровую площадку но может быть чуть выше еще поднимаются как интересно здесь смотрите заросли такие вроде бы и парк но он какой-то вот первозданный насколько смогли настолько и сохранили эту природу укрепили вот так вот склоны отовсюду спускаются лесенки ну давайте чуть ниже ой какие кактусы здесь можно делать шедеврические кадры очень красиво очень как муравейник город да дома 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 коричневые крыши солнечные батареи здесь парке вот такие установлены раковины это чистая родниковая вода ой какой дом красивый да здесь потрясающие виллы но без машины конечно здесь жить очень тяжело будет здесь нет крупных магазинов такие маленькие маркеты только наверху элементарно чтобы что-то купить нужно спускаться вниз пешком это сделать невозможно но спуститься то в общем-то пешком можно вот так вот потихонечку прогуливаясь обратно подниматься будет тяжело здесь тренажеры детская площадка здесь можно идти в разные стороны огромнейший парк и это только его начало он на несколько километров поднимается еще вверх давайте сюда подойдем я вам сейчас показываю только одну сторону алании вот именно центральную часть вот это самая оживленная широкая дорога между домов центральная по ней въезжаете в город это центр алании и дальше она уходит туда до следующих гор по порядку район центр алании потом оба тасмур кистель махмутлар каргиджак и вон на той дальней горе находится отель утопия но это уже практически выезд из города получается город такой змейкой опоясал прибрежную линию и он весь располагается вдоль моря вы видите во все стороны и вот эта длиннющая наикрасивейшая набережная тянется от самого начала до самого конца города давайте мы с вами наверх сейчас зайдем оттуда еще посмотрим на город население алании если вам интересно в районе 300 тысяч человек но это то что официально зарегистрировано а когда начинается туристический сезон то людей здесь набирается больше миллиона вот он какой еще большой в эту сторону видите уходит здесь место осталось под строительство наверное виллы в горах конечно больших домов нет они заканчиваются у подножья горы и здесь не более ну вон там я вижу раз два три четыре хотя пятиэтажная да вот здание стоит лесенкой она построена но преимущественно здесь конечно виллы находятся потрясающая природа сейчас я вам покажу красоты еще здесь походим многолетние кактусы они как деревья выглядят смотрите какой у них мощный ствол какой мощный ствол у этой мимозы мне мимоза всегда представлялась кустарником ну а здесь это полноценные такие деревья смотрите как интересно она завернулась так обильно цветет скрючила так скрючила но жажда жизни она побеждает пчелки труженицы как их сейчас много ух им благодать опыляют цветочки цветет и пахнет все вокруг я хочу услышать ваше непредвзятое мнение как туриста который приехал в аланию не сезон какое у вас впечатление от отдыха вот именно от города от погоды от природы в море очень долго ждала чтобы поехать три недели смотрела ваши репортажи какая погода что взять что одеть очень довольна все совпало погода супер загорала не купалась мечики купаются но все цветет тюльпаны мимоза все-все апельсины запахи море это что-то 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 ну конечно алания это очень красивый удивительный город здесь не хватит наверное месяца и двух чтобы все пройти посмотреть насладиться но мы с вами эти дни которые вы отдыхаете здесь были в переписке я знаю что впечатление от отдыха у вас подпорчены отелем давайте начнем с того у вас был чартерный вылет из киева вы забронировали сразу перелет и размещение в отеле по системе все включено на сколько дней надеюсь на 10 дней и во сколько вам обошлась эта поездка где-то 600 долларов 600 долларов а вы выбирали в общем-то неплохой отель 4 звезды да и по фотографиям по отзывам в общем там все было нормально когда вы заселились у вас случилось глубокое разочарование я видела фотографию которую вы присылали мне у вас видит номера на стройку здания стройка и выходной день не прекращается целый день но это очень мрачно и за счет этого в номере кажется темно и холодно плюс в отеле заполненность наверно на сто с чем-то процентов поэтому никаких мер антиковидных ну кроме санитайзеров нету что на кухне еда ничего не под пленочкой каждый берет сам где ты не хватает из-за того что переполнен и антисанитария есть такое присутствует потому что у них своей кухне нету у них было два здания они выкупили третье заселили люди жалуются что третье вообще там грязно и с детками поселяют туда это конечно очень печально такой разочарование нету таких как вкусняшек я в турции не первый раз нету таких омлетик на завтрак оладушки вот эти вкусные которые тут печенье вафли варенье тут всякое есть а печенье вафли это ж не оладушки которые а как обед как ужин что еще предлагают курица рыба каждый день или рыба ли курица есть это и гарнир зелень и пирожные есть но вчера в обед почему-то их не было и вынесли их на грязные тарелки еще чистые сверху короче и мало такого из яблоки только апельсины тем кто первый пришел уже можно было бананы тем не менее мы ходили все на рыночек и есть клубничка очень вкусные местные бананчики не обработанные ничем но это хорошо что вы нашли выход из такой ситуации она конечно очень неприятная я честно говоря в шоке я первый раз слышу чтобы четырехзвездочный отель был настолько плохим при том что он находится в центре алании практически на пляже клеопатры и как бы хорошие отзывы были а как называется отель отель называется экспирио кандилор я его никому не рекомендую но второй отель куда предлагал аннекс тур назывался а лишь клеопатра он три звезды так у них еще нету ни десертов не фруктов я слышала как давали интервью уже вот они поэтому у нас это присутствует но вы не первый раз турции вам на чем на я прибыла в анталии отель силой там все было под стеклом каждое пирожное отдельно на тарелочке всего там стулья были вот помечены что на этом никто не стыдится ряда а здесь такого ничего не соблюдается все без масок из-за того что в номере было прохладно я заболела и даже вчера возили меня в госпиталь по страховке да это тоже очень печально вот я хотела на этом остановиться такая нестандартная ситуация вы попали в госпиталь у вас была страховка и по ней вас отвезли в больницу что происходило там у меня была температура 38 и у меня оказалось высокое давление я и сама его не почувствовала мне сразу взяли тест на ковид мне взяли анализ крови рентген капельницу сделали и еще и кислород который я не сильно хотела ну в итоге вот за час 30 евро надо было заплатить за как бы активировать страху остальное страховая все покрыло это явно дороже стоит и прием врача и все эти процедуры я думаю надо это обошлось намного дороже плюс еще вам выписали рецепты на лекарства я уже сегодня купила все знают что в турции хорошая лид карта лучше чем в нашей стране допустим на медицина туда час все три человека вокруг меня объехали короче а сегодня мне еще и номер поменяли так что надеюсь остальные четыре дня отдых на ура пройдет но это хорошо вы же хотели уехать да у вас вообще настроение было плохое в полете было одно место но сейчас не жалеете что остались нет я думаю вас давление поднялось от переживаний от вот этих неприятностей в отеле наверное все это как-то подействовало на вас ну дай бог сегодня все будет хорошо не так часто можем позволить я уже на пенсии ездить и приехать вместо вида на море на горы на стройку я читала отзывы стройка надумала она вдалеке они в шаге не у метри от окна не солнышко не видно ничего я сразу хочу сказать и зрителям что все обошлось благополучно тест на ковид у вас отрицательный и вам просто поставили диагноз а простуда да и выписали антибиотики один препараты сиропы от кашля и от давления ничего вот это кстати очень странно потому что здесь препараты от давления в аптеках продаются только по рецепту если у вас есть такая проблема то лучше лекарства захватите с собой потому что здесь а без рецепта от врача вы их не купите ну дай бог чтобы у вас все было хорошо более-менее сегодня жизнь налаживается и самочувствие получше и номер вам дали уже хороший с видом на крепость вечером будет светиться буду любоваться а еще несколько дней у вас в запасе на то чтобы отдохнуть погулять а я уже ездила в махмуд лав сегодня вот вообще в изумительном месте и надеюсь еще поеду на фуникулёре пещеру и спасибо вам за ваши репортажи вы нам как мы только смотрим ну как там ну как там я кстати вас также как и остальных зрителей прекрасно понимаю когда мы еще здесь не жили конечно я очень скучала смотрела сюжеты и на ютюбе и в инстаграме фотографии читала как что здесь и когда вы даже сейчас мы отсюда уезжаем хочется вернуться а вы кроме турции где-то еще отдыхали да в том году еще украина 1 разрешили болгарию я была первый раз болгарии больше я туда не хочу сервис хуже море в июле были волны за неделю не смогли покупаться и даже парень тот день как прилетел утонул она нашла там песок вот прямо так расходился они там ходят свистят не захотите них но приехал же на море июле и так вот короче болгария мне не понравилось очень нравится турция все в турции нравится еда вот заходишь кафе чай деньги не берут не берут ты шикер и все а по магазинам прошлись по магазинам прошлась кое-что прикупила здесь все знают недорогие такие вещи сувениры ну и качественные в принципе турецкие товары считаются качественными хорошего отдыха вам как видите на отдыхе случаются разные ситуации самое главное быть к ним подготовленным и ни в коем случае не терять бодрости духа и оптимизма в любой даже на первый взгляд самой плохой ситуации всегда можно найти положительные моменты я понимаю что в этом году за границу поедут самые отчаянные путешественники большинство наверное все же предпочтут провести отдых дома но в любом случае какой бы способ и не выбрали я всем желаю приятного отдыха положительных эмоций позитивного заряда и на этом сегодня хочу с вами попрощаться надеюсь что видео было ярким интересным полезным не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали и жмите на колокольчик чтобы получать оповещения когда выходят новые видео до свидания хорошего настроения и бодрости духа подписаться на колокольчик чтобы получить некоторыеkayу но, я еще не к вам писала0 Субтитры сделал DimaTorzok